привет я сейчас начинаю видео записывать про то как я училась водить машину и вот заодно показываю я дошла до того места где у нас велодорожка была и показываю это дерево похоже население население она называется акация может быть какая-то японская акация или какая и вот под ней какая красота лежит так вот вид отсюда как она начинается эта тропа съезжать на дорогу и вот я вчера говорила тротуар то ли зарос то ли чё там там его не делают аж там не рентабельно делать домов нету поэтому нету и тротуаров только вот с этой стороны тротуар так машина машины две есть я подожду их как бы когда они проедут и там вот этот мост я вчера показывала издали и вот этот мост я вот с этого моста я покажу тот другой мост на по которому я вчера шла и там на колесах дом он уже не стоит там он уже уехал оттуда так что все-таки они не могут оставаться долго на одном месте и вот сейчас идет там женщина с двумя собаками поэтому на узкой тропинке не хочется с ними встречаться я вот покажу если видно вот этот вот овраг что ли это как овраг овраг он забетонирован и если идут сильные дожди а сильные дожди бывают они хоть и калифорния но и средняя ее часть все равно бывают и поэтому ручью течет вода дождевая естественно не какая-то вот я не буду ее показывать хай воды хаски халюсенькие пеньки она остановилась а может быть она машину пропускала чтобы я сфотографировал этих засняла этих пасок вот я иду мы здесь на скотере ездили здесь можно и пешком ходить и на велосипеде вот он этот мост вот такой вот я и сейчас немножечко освоить здесь начну рассказывать про то как я училась водить машину ну вот я жила я рассказал что я жила в центре города смысле я и сейчас там живу слава богу и там рядом с нами был этот автошкола была я почему-то не знаю почему я никогда не думал что у меня будет машина или у нас семье будет машина или у моего мужа будет машина я как-то мужа не поэтому признаку выбирала может быть зря не знаю но все я хотела там учиться я учиться не очень-то и люблю но вот мне хотелось там учиться потому что все-таки уметь водить машину или хотя бы просто иметь право это всегда полезно всегда нужно вот такая вот тропа велосипедная здесь заборчик здесь заборчик я вот что-то раньше не замечала что здесь заборчик вот такой вот что в овраг никто не свалился что ли а здесь наверное вот этот вэтланд может быть не знаю что это и вот эта автошкола у нас было сейчас она уже осталась в усеченном виде потому что там дорогу расширяли мою соседку как раз там я даже не знаю палец туда заснялся или нет если будут какие-то погрешности придется мне все равно выложить это видео потому что повторить это очень сложно повторить то же самое и там снесли первый ряд домов и эту школу немножко в этом это посносили и оттуда нету сделали типа как хайвей ну там в моем родном государстве и выезда нету оттуда так что если там теорию то наверное преподают сейчас а вот чтобы учиться нам это нами куда-то другую на машине ездить от нами куда-то в другое место надо ехать да но это типа как вытланд что-то такое вот здесь покажу и в общем первый мой опыт был такой мне было 26 лет и у нас работал один такой сотрудник который подрабатывал в этой автошколе ну не именно в этой автошколе вообще и я не знаю как то у нас пожалел двух сотрудниц одной было 50 лет и вот мне 26 лет он говорит хотите я прокатимся пока у меня вот эта вот машина есть и что с моей стороны тоже есть это эти тормоза вот это все то отказалась который 50 лет она отказалась а я села я короче села и поехала самое интересное я не знаю каким образом я поехала а я тогда слышала что права дают если ты восьмерку сделаешь ну чё тогда это какой год был не знаю 80 какой-то год 86 вот наконец-то я вспомнила это место я-то думала что это там где это модуль хом и вот это место оказывается она вот здесь вот может быть как-нибудь зайду туда с другой стороны это надо будет очень сильно обходить там очень долго обходить и этот прогуляюсь там можно гулять вот скамеечка можно посидеть отдохнуть если устал идти или ехать на велосипеде так и хочется сказать лесопеде ну и в общем я восьмерку сделал и все и я написала об этом моя сестра жила в другом городе в это время и я написала об этом сестре что вот мне так понравилось вот ехать там она мне такой разгоняй устроила она ягод может вы ему сказала он так разорался чего это ты хоть следи за своей сестренкой чего он делает у нас как-то считалось что ты если ты умеешь водить машину значит ты непорядочная ну тип как это ну я не буду это слово говорить на г и оканчивается чая в общем он у тех даже калитка есть какая-то если видно потому что солнце мне этот сейчас тучи но солнце это в общем на все закончилось и теперь я один раз повстречала это был двухтысячный год я повстречала во дворе своей работы повстречал подружку свою ну близкую очень и я говорю ой а чё это ты здесь она говорит да я пришла вот нарезать фактор этот кровь и оставить этот я хочу на этой на вождение пойти и там нужно чтобы в паспорте была отметка какая у тебя группа крови и резус-фактор и вот я пришла поэтому в этот госпиталь ну я в то время там работала в отделе кадров и я горой я тоже хочу я стала тоже вот я пошла сделал мне-то это быстро сделали во-первых нас еще в университете учили определять и резус-фактор и группа крови я пришла там девчонки знакомые они мне тут же эту печать поставили игр ты точно знаешь и я говорю ну конечно я знаю что у меня первая группа крови и резус положительный этот можно и не проверять они мне поверили на слово поставили мне печати не стали не проверять ничего но сколько я сдавала мне всегда такой была первая группа крови и резус положительный вот здесь вот овраг уже не забетонированная просто вы и дорожка какая-то есть что машина визила и мне в это время стали мы там договариваться чтобы я пошла а это автошкола была около ее дома как раз таки и от меня это было не так далеко но все равно надо было это на автобусе ехать там четыре на остановке было две так и перес пересадка еще две-три остановки но я все равно решила пойти с ней за компанию она уже неделю как училась она уже ничего не сделка кучилась игру нет я хочу чтобы сначала все было и ее муж говорит а ну я устроил да что тебе что тебя возьмут в эту продажу групп который уже началась я не согласилась и в это время у нас ни у кого компьютеров не было и мне на работе давали компьютер и там у нас были такие люди которые обучали нас этому и я просто думаю ну что выбирать я почему-то вот решила что я не смогу и автовождению учиться и тут же компьютеру хотя я в то время смогла чё и помоложе было и я выбрала что я буду все-таки мне для работы это больше надо я выбрала то что я буду учить этот компьютер работа работу работе на компьютере буду учиться я не ходила на эти всякие курсы компьютерные потому что я всегда на себя жалела денег вот на свое образование я всегда жалела деньги но это и во-первых это не я жалела а потом уже это мне у меня вошло в привычку что мне на себя всегда было жалко потратить деньги мне сейчас бывает что жалко на себя потратить на на чужого пожалуйста на прохожего тоже пожалуйста а вот на себя по это жалко потратить денежку в общем я не пошла туда но я потом очень сильно пожалела потом я опишу почему почему я так сильно пожалела потом я устроилась на другую работу и опять-таки там рядом рядом с нами была автошкола прямо вот наши ворота и ворота этой автошколы дусав и что он там назывался и теперь но это далеко от моего дома было но учиться можно было там и опять-таки наши учителя они там там же и преподавали в этой автошколе и они мне говорят давай записывайся и мы тебе принесем права я я так возмутилась я был как это так нет я хочу знать я хочу это все выучить и хорошо чтобы хорошо я выучу а потом это возьми права они ну как хочешь и в общем опять-таки мне было некогда это был 2006 год мне было некогда я там вся в работе была и этот учиться некогда было автовождению ну и опять-таки опять хоть и зарпаду уже была не такая маленькая не мизерная потом она через год стала побольше опять-таки жалко на себя денег и вот я в 2013 году поехала в америку тогда даже и в голову не приходила чтобы учиться вот на этот на машине ездить а уже в 2014 там уже мне сын говорит ну садись мама давай за машину я когда у нас хонда была ну у него хонда была у меня новая и я села мы приехали на какую-то стоянку и там я этот не училась а вот прямо поехала и потом обратно и в общем свернул и обратно и я пообещала сыну что я приеду и начну учиться там в нашей школе который около моего дома в центре города ну почти в центре там хотя у нас там центре тоже у нас прямо на каждом сагу эти автошколы были потом еще сейчас еще наверно больше стало прибыльный бизнес там и оплата такая и вообще в общем там нехило там бедный человек не сможет учиться кто концы с концами еле сводит вот за все это обучение заплатить а потом еще и сверх и в общем я в 2014 году приехала и 1 августа я приехала и у меня прямо от перелетов этих у меня просто не было сил пойти в эту автошколу там три минуты ходьбы от меня было вот я не помню 35 или 8 в общем очень быстро там можно было даже это даже не квартал наверно был меньше меньше квартала там от моего дома до этой автошколы школа вообще она гремела на весь город что это хорошая школа там хорошее обучение там всех хорошие эти и водители и преподаватели и это действительно так оказалось я второго числа второго августа пошла туда в эту школу прихожу и мне почему-то вот я не знаю почему там было то ли она отдел кадров было только то она была и она мне говорит я вас записываю к такому преподавателю он очень очень хороший все годами ждут чтобы к нему только записаться я как-то не очень-то ей поверила когда я первый раз увидел я и думаешь ну что такого ничего такого когда он стал преподавать это был просто вот он вот я не скажу что преподавателя а водитель от бога он так хорошо преподавал я все 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 лекции записала он вот так это все хорошо вот и объяснял и все и когда вопросы задавали он этот пресекал сразу чтобы не отвлекаться чтобы вот балаган не приняты не превращать урок так он хорошо преподавал столько он много хорошего всего дал вот я уже дошла до овнара вот вот там вот дорога и этот идет мусс что ли да и там дальше опять продолжается велодорожка сейчас если эту дорогу она как хайвей если ее перейти но это не хайвей 1 хайвей 1 будет дальше туда вот в конце вот этой велосипедной дорожки там уже будет хайвей номер один знаменитая американская дорога вот я сейчас покажу вот выйду и покажу я туда дальше не пойду я пойду это в другой раз с другим рассказом потому что я сегодня если опять неважно чувствую потому что я вчера встречи до трех часов в интернете это копалось так вот этот белый дом это вот вот весь дом принадлежит нашему он сам там конечно не живет когда я говорю ковнору ковнору вот наша квартира была вот мое окно старца а вот это окно которое на на правую сторону выходят и там сетка это там уже другие живут те которые старца живут у них это у них есть комната еще и внизу и кухне по моему внизу у них есть или комната просто внизу и гараж есть и вот вот там моя была спальня и я сидел там занималась но я уже тогда уже поэтому мало стала заниматься потому что этот мне некогда было я работала уставала сильно и много работала на фултайм раньше я всегда на парт-тайм работал я потом вспомнила эти слова и вот я когда из и сидела за столом и вот этот вид вот это вот пальма такой вид шикарный ой так океаном пахнет такой вид шикарный был в общем я вот это вот все показала вот там где-то молодой человек идет там дальше идет опять на дорожка и она уже до хайвей номер один а дальше по моему она прекращается это я уже потом покажу сейчас я пойду обратно но ничего так я вроде более-менее я уже привыкла ночами не спать и поэтому я так вроде бы нормально переношу ну и в общем преподаватель был хороший я там отучилась и началась вот это вот этот вождение началось там сразу она месяца на этот месяц теория и потом сразу же еще один месяц идет там просто ходишь и тип как билеты сдаешь можно и живу не ходить но он такой строгий был что он этот заставил ходить ну конечно там многие работали и они не могли ходить просто пошла я на вождение у нас был тренажер там дядька старенький сидел с этим тренажером теперь он мне это рассказывает быстро быстро чуть ли не шепотом и говорит ну давайте теперь я значит села на этот тренажер ну начинаем показывать то что он не говорил а он не говорит а что у вас с левой ногой в этот я говорю ничего а почему вы не нажимаете мол этот когда вы переключаете скорость и вы не нажимаете на сцепление ну он так и не говорил он вообще они там ничего не говорят потому что это им выгодно чтобы мы туда по 50 раз олененок и еще маленький нам лежат ну это это игрушечные скульптур такие так вот говорю кого-то вот здесь вот просто дома который я рассказывала там показывал когда на перекрестке и в общем я так удивилась и его спрашиваю я говорю зачем мне учиться на механической машине я в то время вот этих вещей всех не знала автомат механическая ну как-то я никогда не интересовалась меня как-то это не интересовало автомобиль и все такое прочее этот я не буду говорить почему что у меня другой склад ума или еще что-то и и я удивилась и говорю в этот зачем мне это мне этот надо это на автомате же а он говорит а где вы видите автомат я буду вон же у вас стоят ой а какие же машины там стояли opel у них были машины все в гараже opel и теперь я говорю а вон же и они как раз новые машины тогда получили я вон же у вас машина стоят opel а он говорит это говорит не автомат это все механические машины и в общем я бы никогда этот тренажер бы не сдала но там в общем я не буду говорить об этом каким образом там можно тренажер пройти и пошли мы на вождение очень сказали ну я постаралась там как-то 8 сентября нам ой а меня сентябрь какой вот на юбилей там богатый 8 сентября вот как сейчас помню хотя вот у меня сейчас память плохая стала но она немножко лучше становится вот мне кажется с этим youtube и что я стала как-то богу следить за собой и вообще за всем за всем потом расскажу зачем ну как-нибудь отдельно вот на велосипеде кто-то едет впереди и 8 сентября на нас этот этот нам сказали приходите для этого уже нужно было обойти всех врачей там медицинскую карту показать там фотография и в общем ну я не буду ее показывать а вот так вот и сюда буду показывать вот это вот хай да на меня сейчас кто-то свои дела сделал представляете на лоб прямо с левой стороны и вот для чего нужен лопух и это конечно не лопух но этого это малю или алцея как-то она называется а ты и ну ничего я не переживай за этот счет потому что это всегда к деньгам и вот 8 сентября нас по четыре человека на машины один спереди трое сзади или двое сзади я уже не помню трое по-моему сзади и мы поехали ну я естественно там самая старшая мне тогда уже было 53 года я там самая старшая я самая последняя я гурнея не пойду сначала вы потом я в общем мы доехали до аэропорта а тот аэропорт как раз был новый он очень далеко был и он перестраивался и он не работающий был и мы туда доехали и мне теперь уже все уже некуда деваться я самая последняя осталась садись я значит села и у меня вот я хочу сказать я наверное год привыкала у меня так живот крутила когда я садилась на машину ой сколько 21 минута давайте я отключусь и этот другую видео запишу что это этот youtube и там сложности потом загрузить